Система Кантех и программа EntraPath, с которой мы делаем интеграцию с видеонаблюдением, охраной, пожарной системой, третьей часть системы и даже из IT-сторона с Microsoft Active Directory или делаем интеграцию через SQL данную базу. Когда мы говорим о интеграции, я люблю использовать два слова. Либо интеграция, либо унификация. Интеграция – это слово непонятное. Что это значит интеграция? Как это сделать интеграцию? Это через реле, через протоколы, через данную базу. И у каждого заказчика есть свою идею. И очень хорошо надо понимать, какой результат нам нужен. Когда мы говорим о юнификации, тогда мы говорим о той же самой данной базе, когда мы используем один программ. Мы получаем, что все наши системы, мы не только получаем статус или вид программы, но тоже управление. И управление мы получаем из той же самой данной базы. Что это значит? Это значит, что меньше серверов, меньше ресурсов для апгрейда, для обслуживания. Сегодня с Кантехом мы делаем интеграцию с Exact Vision видеонаблюдения, Simplex – это пожарная система. Ганнивел Галакси – это централь для охраны. Кантехом и EDS. С этими вариантами уже есть интеграция, и мы можем сделать из нашей стороны уже есть интеграция, скажем так. Если нет, если у вас есть какие-то системы, и вам нужно сделать общую интеграцию, мы делаем несколько вариантов. Либо SDK-ключ, либо API-команда. Конечно, как я и говорил, надо понимать, какая интеграция, какой результат нужен. Из Entropath 8 версии сегодня мы можем сделать тоже русификацию. Тоже есть очень сильный аудит. Этот аудит мы делаем не просто, чтобы посмотреть, кто делает какой-то настройки, но мы делаем даже у каждого карточка аудита. Когда каждая карточка использовали, или через контроллер, или даже у каждого считывали, или, не знаю, как сказать на русском языке, но каждый продукт, который есть в системе, мы можем сделать отдельный аудит. И синхронизация, я поставил как болт на синхронизацию Microsoft, потому что я думаю, что это очень, сегодня в ней очень важная функциональность. Потому что, почему? Мы когда говорим о контроле доступа, это не просто охрана системы управления. Мы тоже говорим о компаниях процессов. Когда мы встречаемся с заказчиком, у заказчика всегда есть какие-то процессы, как они работают у своей компании. Когда мы поставим кантриях и сделаем такие интеграции, мы тогда возьмем процессы из компании и сделаем программу, чтобы было удобно работать. Какие рапорты нужны? Какая информация нужна у каждого департамента? Например, рабочее время. Если нужно у кадров департамента, чтобы рабочее время, мы можем такие рапорты отдать тоже. Но как мы это делаем? Рапорты мы делаем либо на PDF-формате, либо на тексте. На тексте формате мы отдаем у сервера, из кадров департамента, сколько сотрудник работал, и там очень детальная информация. И сервер уже может возьмить эти данные и поставить на какой формат, какой угодно. Я слышал, что в России есть уже формат, который, ну, как табель официальный, да, для налогов. Это мы не делаем. Почему? Потому что, когда мы работаем на всем мире, это очень тяжело понимать все налоги, какие процессы, если у каждого страны сделать отдельный табель. Это очень сложно. Бывают такие случаи, что у нас нет какие-то решения. Например, как биометрия или беспроводные замки. Но мы дружимся с нашими партнерами, с очень хорошими брендами, которые знакомы на всем мире, как Асаблой или Морфос, биометрические решения. С этой компанией у нас есть, конечно, договоры, и мы предлагаем это решение. Почему мы не делаем сами? Потому что мы очень хорошие на контроль доступа и интеграция верхнего уровня. Они компания, они партнеры, как ГИП, они профессионалы, они делают свою работу самую лучшую. И когда мы предлагаем решение, тогда мы предлагаем профессиональный, enterprise или средний уровень решения. КОНЕЦ КОНЕЦ